Я бы хотела, конечно, остановиться на трудностях, с которыми сталкиваются наши ребята и почему не всегда они могут поступить в желаемые школы. Прежде всего, конечно, это процесс подготовки к прохождению этапов интервью и экзаменов. Приведу один пример. Очень часто, когда интервью проходит по скайпу, наши дети просто начинают терять. На такой простой вопрос, на что бы ты потратил миллион долларов, они, к сожалению, не могут даже быстро найтись, придумать, пофантазировать и что-то, например, рассказать о каких-то проектах, что-то еще, предложить какую-то помощь, на что потратить деньги. То есть момент деньги, помощь, чарити – это абсолютная тема, с которой наши дети не знакомы. Это, наверное, первое. Второе. Не всегда дети могут адекватно рассказать о своей цели. Они не знают, они не видят перспективы, не понимают, зачем их отправляют учиться. У них нечего предложить окружающим. Нету за спиной каких-то готовых интересных проектов, нету активности. Очень часто наши дети, к сожалению, находятся в рамках, за которые им выйти очень тяжело. Поэтому, если мы хотим брать высокие вершины, надо готовиться, надо с детьми разговаривать, надо детей, детям показывать, что их ждет, и рассказывать, что школа – это не вот лишь момент получения знаний, которые тебе помогут делать следующий шаг к поступлению в университет. Иностранцев очень часто принято взять ГПИА, когда они в этот момент не предпринимают никаких действий по продолжению своего образования, а едут и помогают что-либо сделать другим. Смотрят на страны, у которых нет возможности получать такое непрерывное образование. Ищут себя, ищут свою профессию. И после этого, имея уже опыт за плечами, как правило, международный, более осознанно принимается решение. Не всегда это будет университет, очень часто это будет профессия. Поэтому надо смотреть шире, надо выходить за рамки тех моделей, которые приняты в нашем обществе, и разговаривать с детьми, давать им как можно больше в короткие каникулярные программы попробовать проекты, попробовать работу в международной команде, попробовать волонтерскую работу, попробовать, пробовать, пробовать, и тогда будет о чем рассказать, и будет интерес, и ты будешь интересен другим.